Это украинская граница с Белоруссией, называется Выступовичи. Привет с границы Украины и Белоруссии. Мы заезжаем с украинской таможни Выступовичи на белорусскую Новорудню. Это очень интересная, прикольная граница, потому что это самая большая нейтральная полоса в Европе. Ее длина 15 километров между пограничными пунктами. Внутри этой нейтральной полосы находятся еще два украинских села и после белорусской таможни еще часть Житомирской области. Сейчас мы вам покажем эту забавную границу. Итак, мы проехали украинский пограничный пункт. Вот здесь такая отметка. Направляемся в сторону белорусского пограничного поста Новорудня. Как рассказали нам пограничники, такое расстояние между пограничными пунктами получилось из-за того, что здесь болотистая местность. И не было возможности найти такую площадку, где можно было поставить само здание от таможни и пограничников. Поэтому вот и получилось такое огромное расстояние между двумя пограничными пунктами. Мы проехали 4 километра. И вот в этой полосе есть даже проходит железная дорога. Вот мы переезжаем железнодорожный переезд. Итак, мы приехали 6 километров, уже 7. Едем по настоящим украинским дорогам, с кучей ям, выбоин. И знаете, обычно расстояние между пограничными пунктами составляет не более 500 метров, максимум полтора километра. Здесь в 10 раз больше. Вот такая чудная граница. И вот украинские селовые Ступовичи, которые уходят от нас вправо. И там живут люди. И вот спустя 12 километров мы видим местное население нейтральной полосы. Люди идут в лес за ягодами. И второе украинское село называется Борутино. Поворот в леса. А белорусской таможни все еще не видно. И счастливые дороги нам божает Украина. И вот первая белорусская вышка с пограничниками. Снимать нельзя, поэтому мы прячем камеру. И вот 15 километров спустя появилась на горизонте белорусская пограничная застава. Ну вот мы на территории Белоруссии. Сейчас пару километров мы приедем по территории, которая считается белорусской. Но потом начнется опять Украина. Такая прикольная здесь граница. И вот буквально проехав полтора километра по территории Белоруссии, мы опять, но уже без всякой таможни, заезжаем в Украину, в Житомирскую область. Проехав 3 километра по территории Украины, мы опять, но уже без таможни, въезжаем в Белоруссию. И что мы видим? Обратите внимание на дорогу. Заканчивается украинская дорога, начинается белорусская. Без ям, без выбоин. Ровненькая, нормальная дорога, такая, как должна быть.